До 12 ночи еще целый час, но на Грибном канале уже очередь из тех, кто собирается окунуться в Ордань. Протеерей Андрей Кириллов освещает воду. Среди купающихся в основном молодые мужчины, но можно увидеть и особо смелых представительниц слабого пола. Девушка, как ощущения? Прохладненько. Сразу омолаживать. Мне второе. Ну что, как-то? Прекрасно. Огонь, как свежая. Бодрит и освежает. Ох, тело и дух. Не все знают, но наилучший промежуток времени для крещенских купаний – с полуночи до половины второго ночи. Именно в это время, по словам верующих, вода обладает сильными целительными свойствами. Помогающими излечиться от различных недугов. Что касается непосредственно отношения к купанию, мы должны понимать, что это не какая-то водная процедура. Это действие, которое должно совершаться с благоговением, с молитвой и благодать мы должны сохранять на протяжении всей своей жизни. Сотрудники МЧС обеспечивали безопасность тех, кто пришел совершить ритуал омовения. На грибном канале дежурило 15 спасателей и сотрудники полиции. Также были устроены теплые раздевалки и пункты обогрева. Пока в настоящий момент никаких происшествий не произошло и в целом наблюдается незначительное количество людей, видимо, наверное, из-за погодных условий. Обычно в ночь крещения в регионе устанавливаются экстремально сильные морозы. Температура воздуха достигает минус 18-20 градусов. Но эта зима выдалась теплой и крещенская ночь не стала исключением. Сейчас столбики термометров держатся на отметке примерно минус 10 градусов. И если для тех, кто наблюдает за действием с берега, это в принципе хорошо, то для купающихся наоборот не очень. Из-за того, что отсутствует резкий перепад температур, вода окажется очень холодной. Но, как признаются верующие, они не чувствовали холод. Хорошо. Как водичка-то? Хорошо, вода. Не замерзли? Да нет. Тепло, вы что? Очень даже. Окунуться в Иордань можно и днем 19 января. Раздевалки на грибном канале работают до трех часов. И спасатели намерены дежурить до последнего пришедшего совершить ритуал омовения. Юлия Калинина, Константин Кузнецов, Служба новостей, город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова